Здравствуйте! Сегодня на обзоре один из самых дешевых видеорегистраторов за всю историю канала. А я снял уже ни много ни мало более 220 обзоров на различные устройства. И давайте, наверное, посмотрим, может ли регистратор с Алиэкспресс за 3500 дать хорошую картинку. Регистратор SDAM M300. Выполнен в безэкранном форм-факторе. Для управления и настройки нам нужен смартфон и приложение SDAM. Сопряжение производится благодаря Wi-Fi модулю. Помимо этого, есть еще и GPS модуль. Согласитесь, выглядит уж очень все сладко. Давайте поподробнее разберем это устройство. У данной модели есть две комплектации. С картой памяти на 32 гигабайта и на 64. За флешку побольше придется доплатить 500 рублей. В остальном же все будет идентично. GPS модуль, кабель питания с USB выходом на вилке, разветвлитель для реализации и подключения GPS. В один конец вставляем питание, в другой GPS модуль и третий видеорегистратор. Удобно, что не подходит сотня проводов к устройству. Далее регистратор, запасная пластинка на двухстороннем скотче, лопатка и клипсы для прокладки проводов, пластинки с разметкой для удобной и надежной фиксации гаджета и руководства пользователя. Изъянов по сборке я не обнаружил. Корпус выполнен из черного матового пластика. Смотрится добротно. Регулировка объектива только по наклону. С торца на корпусе слот под карты памяти до 64 гигабайт. Разъем питания. Вход для подключения второй камеры. Но, кстати, информацию о второй камере и возможности ее подключить я не нашел. Возможно, это просто на старших моделях есть такая возможность. И здесь для удешевления производства оставили этот же корпус. И клавиша для активации Wi-Fi, чтобы подключиться к регистратору. Теперь нам нужно скачать приложение SDOM, чтобы управлять устройством. После чего подаем питание и нажимаем клавишу Wi-Fi. Теперь на телефоне ищем сеть и вводим пароль 12345678. Все, возвращаемся в приложение. Тут мы видим классический интерфейс для устройств Wi-Fi. Снизу расположены быстрые клавиши управления, в верхней части отображается онлайн-обстановка. Можно для удобства развернуть на полный экран. Предлагаю посмотреть настройки. Разрешение, длительность циклозаписи, управление чувствительностью датчика удара, дата-время, логотип и так далее. Как вы можете заметить, для столь бюджетного гаджета это очень даже неплохо. Ну а теперь давайте посмотрим, как же он снимает днем и ночью. И параллельно расскажу про основные характеристики. Процессор M-Star 8336. Матрица Galaxy Car 2053. Угол обзора 150 градусов. Возможное разрешение 2304 на 1296 30 кадров в секунду. Также Full HD это 1920 на 1080 тоже 30 кадров в секунду. Карты памяти поддерживают до 64 гигабайт, но не ниже 10 класса. Есть G-сенсор, он же датчик удара, GPS и Wi-Fi. А питание 5 вольт 1 ампер. Надеюсь данное видео было полезно, а ссылку на регистратор оставлю в описании под этим видео. Всем удачи на дорогах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok